Всем привет, друзья! Сегодня вы узнаете о скрытых полезных настройках на вашем смартфоне, которые вы реально не видели, что они у вас есть. И думаю, что оцените возможности этих настроек, и они станут для вас полезными. Конечно, не для всех, но для большинства они будут полезными. Даже если вы особо не заморачиваетесь какими-то настройками на вашем телефоне, то как раз-таки вот эти настройки дополнят ваш телефон или смартфон для удобного пользования. В повседневной жизни. Так что, кому интересно, обязательно смотрим до конца. Конечно же, через стандартные настройки это мы все не сделаем, потому сразу говорю, что нужно будет скачивать программу, которую вы, скорее всего, уже давно знаете. Заходим в наш Play Market, и здесь в строке поиска пишем Activity. Нам находит Activity Launcher. Нам нужно его скачать и установить. Те, кто уже давно смотрит мои ролики, то у меня есть очень много видео с этой программой. Те уже знают, что она делает и что может. Для тех, кто первый раз, то если кратко, эта программа нам просто дает доступ к скрытым функциям вашего телефона. И плюс этой программы то, что она полностью бесплатная. Мы за нее ничего не платим. И это не реклама приложения. Как вы видите, она уже у меня установлена. Находим ее на рабочем столе. Она выглядит как белая ракетка на сером фоне. Запускаем ее. Сейчас идет подгрузка всех приложений, которые есть на вашем телефоне. Нам нужно немножко просто подождать, пока все загрузится. Так вот, есть готово. И здесь мы встречаем очень много приложений, которые находятся на вашем телефоне. Если мы будем их открывать, то это займет очень много времени, потому что там настроек просто тьма. Здесь есть строка поиска. Нам всего лишь нужно написать слово режим. И здесь очень внимательно листаем понемножку вниз. И ищем вот такую строку. Называется интерфейс системы демо режим. Также у кого-то может быть название вот такое нижнее, как здесь. com.android.system.demo mode. Может быть и такая надпись. Так что смотрите, проверяйте, ищите у себя. Нажимаем на эту строку, и здесь следующее меню выскакивает. Здесь пишется, что это экспериментальная функция. В будущем она может измениться, перестать работать или исчезнуть. Нам нужна строка состояния. Нажимаем на нее. И вот вы видите реально кучу настроек. Какие-то активированные, какие-то нет. Значит, что она дает? Это настройка здесь. Вот эти все названия, которые вы сейчас видите, у каждого на телефоне будут разные. Кроме этих, что у меня, возможно у кого-то будет еще больше. Это все те значки, которые находятся у нас вверху на строке состояния. То есть вот эта самая верхняя строка, там где у нас указано вверху время, сейчас Wi-Fi, сеть, сколько процентов заряда батареи осталось, сама батарейка показывается, звук, там может что-то еще быть, Bluetooth показывается. То есть вот это все отображение вот этих значков. То есть допустим, нажмем на Wi-Fi. Он у нас активированный, деактивируем его. И как вы видите, вот вверху Wi-Fi исчезнул. Или давайте громкость. Тоже, как вы видите, значок громкости исчезнул. И так абсолютно можно с любой настройкой добавить или убавить. То есть если оно вам что-то мешает вверху, вы можете это отключить и оно у вас там просто не будет показываться. Или же плюсы в другом. В том, что не на всех телефонах отображаются вот эти значки. И таким способом вы можете зайти через это меню и повключать себе все нужные значки, которые вам нужно. Можно в принципе все полностью активировать, чтобы вы видели все уведомления, чтобы было удобно пользоваться. То есть можно и так и так использовать эти настройки. Также здесь есть режим батареи. Здесь можно выставить, всегда показывать процент заряда или показывать только во время зарядки. Либо вообще не показывать. Также есть режим будильника, время и показывать значки уведомлений с низким приоритетом. То есть если вы активируете этот нижний рычажок, то у вас вообще будет очень много уведомлений, которые вы будете видеть. Даже с тех приложений, которые особо не важны для телефона. Я, например, когда зашел сюда, то у меня тоже было здесь не все активировано. И тут уже решайте для себя. Кому-то, если не нравится, отключайте. Или наоборот, подключайте еще больше значков. И вы все это будете видеть у себя вверху на строке состояния вашего смартфона. Надеюсь, информация и настройка была полезной для кого-то. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok